Акварель, гуашь, графика, техника исполнения у каждого своя, а вот тема общая. Все рисунки посвящены солдатам, которые участвуют в специальной операции на Украине. Было прислано больше двух тысяч работ от воспитанников 69 детских садов и учеников 55 школ. Практически в каждой композиции мы видим стремление к миру. Это или голубь, или птица, или цветок, или солнце. И в принципе радость детям. Наверное, это самое правильное воспитание патриотизма через защиту к большому миру. И если мы так начнем воспитывать своих детей с детства, то, конечно, мы можем понимать, что мир на земле будет. Из множества прекрасных и по-детски искренних работ отобрали 300 лучших. Это полуфинал. Из них судьям предстояло выбрать победителей в трех возрастных категориях. Самым маленьким авторам от 4 до 8 лет. Затем школьники с 9 до 13 и взрослые участники конкурса от 14 до 18 лет. По признанию жюри, выбор был нелегким. Каждая работа, она по-своему прекрасна. Нельзя сказать, что вот это, именно вот это эталон. В каждой работе есть свои какие-то моменты и лиричности, и патриотичности, и, не знаю, там, может, какой-то экспрессии. Они все разные. И тема прекрасна, что они все вместе собрались в одной экспозиции. Конкурс организовали в городском комитете по образованию при поддержке Барнаульского местного отделения партии «Единая Россия». Победители уже известны, но их имена пока держат в секрете. Награждение пройдет 28 апреля. Проявление патриотизма и талант поощрят ценными призами в виде телевизоров, смарт-часов, умных колонок и планшетов. А еще организаторы отметят самых активных педагогов и воспитателей. Учителям хочется сказать отдельное спасибо, воспитателям хочется сказать отдельное спасибо за ту патриотическую работу, которую они проводят в общеобразовательных учреждениях и в дошкольных образовательных учреждениях. И даже этот наш конкурс, насколько я знаю, стал неким таким ориентиром для нового витка патриотической работы в этих учреждениях. После награждения организаторы планируют сделать выставку лучших работ, чтобы у каждого Бурнаульца была возможность вживую увидеть рисунки, пропитанные патриотизмом, глазами ребенка. Елена Кузовкина, София Яценко, Алексей Фризин. День с толком.